Ты молодец, хороший, хороший ты мой, хороший. Чудом выживший пес по кличке Корвин постепенно приходит в себя. Питание получает только внутривенно, с помощью лекарств восстанавливает работу почек, печени и желудка. Истощенную голодом собаку привезли защитница животных Надежде Вишневской несколько дней назад. Привезли в ужасном состоянии, ужасный жуткий запах от него трупный. Мы его отмыли, скупали, привели так немножко в божеский вид. Пес очень худой, голодный. Почти три недели две собаки были заперты в квартире в микрорайоне «Крутые ключи». Одна не выдержала голодной пытки, другая тоже могла погибнуть, если бы не местные жители. Они сами вызвали ли пса из голодного плена, наняли подъемник, закинули в открытое окно одеяло, и собака по нему пробежала прямо в руки спасителей. Я просто вообще ни о чем не думала, просто хотела спасти Корвина. Соседи забили тревогу за несколько дней до операции спасения, когда почувствовали неприятный запах из квартиры. Вызвали полицию и МЧС. Все заглянули в окно, но взламывать дверь сказали, не имеют права. В квартире не мертвый человек, а всего лишь собаки. Хозяин квартиры все это время дома не появлялся. Участковый тут МВД, все ему начали звонить о том, что у него собака. Одна умерла, одна уже на грани. Ничего страшного, не мешает. Ну что ж, приеду, уберу, выкину. Ну как бы его это не напрягло, никак не беспокоило. 25-летний Александр Петухов, владелец квартиры, весной подобрал дворового пса Корвина на улице. Погибшего далматинца ему доверили знакомые, пока сами решали квартирный вопрос. Соседи говорят, с животными он обращался очень хорошо. Большие нервы. В общем, этому человеку мы доверяли. Никак не ожидали, что вот так вот все получится. Узнали сами от третьих лиц. Это для нас очень большая трагедия, на самом деле. Потому что это практически, это не животное, это член семьи, это как ребенок. Особенно для Сева, человек, который ее в четырехмесячном возрасте приобрел. Сейчас Александр Петухов перестал выходить на связь и удалил свои аккаунты из всех соцсетей. Волонтеры написали обращение на имя генерала-лейтенанта Солодовникова, чтобы на горе хозяина завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас они собирают подписи. А спасенного корвина планируют забрать хозяева умершего пса. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События.